Молодежная среда по причине своих социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки является частью общества наиболее восприимчивой к деструктивному влиянию, а также к формированию радикальных взглядов и убеждений. Нужно противостоять чуждым и опасным идеям. Чтобы добиться положительного эффекта, необходима постоянная работа с молодежью. Нетерпимость, национализм, отрицание этнического и религиозного многообразия, сепаратизм – все это составные элементы современного экстремизма. Как правило, приверженцы экстремистских взглядов стараются вербовать новичков среди молодежи. Особенно опасно активное воздействие радикальных сайтов в интернете. Нередко ребятами движет простое любопытство, когда они заходят на такие сайты и знакомятся со спорными и вредными воззрениями. Об этом говорил в своем выступлении настоятель свято-пантелеймоновского храма Ирей Георгий Голубев. Это навязывание новых стереотипов ведет к очень простым последствиям. Дети, парни начинают себя как-то вести плохо в плане, показывают какую-то агрессию. Попадают в полицию, дальше дольше катятся, если не одумываются, попадают в тюрьму. В свое время, 15 лет назад, я, будучи молодой священником, в Ислабинском районе по служению посещал колонию строгого режима. Где, к сожалению, очень много приходилось видеть молодых людей, которые по глупости попадали в колонию. У них ручилась вся жизнь. Крутизды там никакой нету, эйфории нету, никакой ромальности нету, как зачастую хотят преподать. Это люди, которые учатся в своей жизни, в 10 лет, в 7 лет. Участники круглого стола заслушали лучшие рефераты, которые были написаны студентами сельхозтехникума, филиала Кубанского госуниверситета, а также учащимися 6-й и 18-й средних школ. В выступлениях была озвучена мысль о том, что неизвестные люди, в том числе и из-за рубежа, пытаются использовать для своих целей молодежь, что нередко уводит ее от учебы, развития и созидания. Это совершенно недопустимо, и этому нужно сопротивляться. Активная молодежная политика, проводимая в муниципалитете, способствует нейтрализации экстремизма. Профилактика проявления экстремизма – это одно из основных направлений государственной молодежной политики. И мы в нашем Славянском районе решаем, я думаю, что очень успешно. Одним из показателей этого стал сегодняшний круглый стол, который мы провели для школьников и студентов, в рамках которого выступали как эксперты, так и участники конкурса рефератов «Причины» и профилактика экстремизма в молодежной среде. Я считаю, что именно такие мероприятия помогают нашей молодежи задуматься об этой сложной теме экстремизм и не попасть в его ядовитые сети. Грамоты и подарки были вручены участникам, призерам и победителям конкурса рефератов «Среди молодежи. Причины» и «Профилактика молодежного экстремизма». Я очень рада, что заняла первое место в муниципальном конкурсе рефератов «Профилактика молодежного экстремизма». Я считаю, что в России в целом не должно быть экстремизма. Чтобы его не было, молодежи нужно развиваться, учиться, заниматься саморазвитием, ходить на различные секции, заниматься спортом. Я учусь сельскохозяйственной техникой и мне очень нравится. У нас очень хорошие преподаватели, различные секции, на которых можно хорошо развиваться. Это важное мероприятие хорошо показало, что если проблема не замалчивается, а наоборот обсуждается всеми заинтересованными людьми, то опасные идеи, практики экстремизма и радикализма в среде молодежи не будут укореняться и распространяться. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Дмитрий Волошин, программа «С chessю».